Вот она какая. Книжка называется «Кей» или просто «Ка». Такая вот вещь. Это однотомная манга Джиро Танегути об альпинистах. Танегути мангака принадлежал к течению гэкига, то есть такой драматической, взрослой, серьёзной манги. Мы, по-моему, о нём что-то говорили. Да, в совершенно разных жанрах. Мы рассказывали, например, о его созерцательной книге о повседневности прогулки в духе кинофильмов Иису Зиро Уодзу. Дебютировал он как художник манги вообще в жанре нуар, на русском языке издан его отель с видом на гавань. Но многим читателям не столько даже в Японии, сколько во Франции, например, которую Танегути очень любил и был любим взаимно, потому что за свои заслуги мангака был произведён, как вот это называется, в кавалеры французского ордена искусств и литературы. Так вот, многим его тамошним читателям он известен благодаря его альпинистской манге Камигами но Итадаки, Summit of the Gods она называлась, или Вершина богов по роману Баку и Мамакуры. И совсем недавно, вот в 21-м году, она была экранизирована в виде такого франко-люксембургского полнометражного мультфильма режиссёра Патрика Эмбера. Но Печатная вершина богов до русского читателя так пока и не добралась, а она была не первой мангой Танегути об альпинистах. Потому что в 90-х годах вот они вместе со сценаристом Сиро Тосаки уже приобщились к этой тематике в сюжете под названием «Кэй». Именно эта книга у нас выпущена в прошлом 22-м году фабрикой комиксов вот в таком вот качественном издании, в твёрдой обложке, листая книгу. И, конечно, сразу хочется её назвать графическим романом, чем она в сущности и является. Танегути, он вообще много приглядывался к европейским комиксам, к Бандезине. Некоторые его работы полностью цветные или были с большими цветными вставками, что нетипично, вообще говоря, для манги. На французов похоже. Да, но здесь, впрочем, в цвете выполнены вот только открывающие страницы. А так, 290, почти 300 страниц, 5 глав, каждая из которых посвящена восхождению на одну из пяти горных вершин. Слушай, я вот сразу как-то знаю немножко об альпинистах. Вообще, странно, что окей, потому что, по-моему, одна из недоступных К2 называется. К2, да, да, да. Вот, прям могу показать. Вот здесь вот они все перечислены, в том числе и К2 прямо на обложке. И это первая глава как раз. Да, собственно, К2 или Чугория она называется в Пакистане. Пумори в Гималаях на границе Непала и Тибета. Джамалунгма или Эверест, самая высокая горная вершина Земли в Гималаях, опять-таки, на границе Непала и Китая. Макалу тоже в Гималаях. И пятая вершина, там такая гора Кайлоса в тибетском регионе Китая. Священная гора древних религий этого региона, такое сердце мира и ось Земли, сакральное место для индуистов и буддистов. И своего рода такой вот олимп в индийской мифологии, обитель Шива. Шамбала. Да, да, обитель Шива и его цветы, толпы божеств. Название самой манги Кэй – это прозвище центрального персонажа, легендарного альпиниста. Прошлое его туманно, но вроде бы он японец, когда-то отбившийся от группы своих соотечественников и поселившийся с местной женщиной в восточном Непале среди шерпов. Как пресловутый человек из Кемерово в песне Бориса Гребенщикова Кэй приходит и молча поправляет все, когда ситуация в горах становится критической. Например, вот в первой главе на пике Ка-2 оказывается заблокирован в 100 метрах от вершины на стене Аллаха, это такой отвесный ледяной склон, сын какого-то там нестенного магната. И промышленник сулит всем бешеные деньги за спасение этого сына, но местные проводники считают такую операцию чистым самоубийством, отказываются. И только Кэй, вот он сбревает бороду, как это он церемониально делает перед каждым своим поединком с горами, отказывается от этих бешеных денег, отправляется вызволять застрявшего на горе несчастного. И примерно по такому же принципу строятся и другие четыре истории. Всегда есть что-то, что зовет Кэй к новой вершине, и это, как правило, не деньги, не честь или слава. Не всегда это спасение застегнутых врасплох альпинистов. На Пуморе, вот он, например, совершает восхождение под дулом оружия вместе с американцем, расстрелявшим других сопровождающих, так как наверху ждет какой-то секрет, стоящий, вот по мнению этого американца, многих жизни. На Эверестке идет, чтобы забрать тело человека с брошенного лавиной и застрявшего там в расщелине, и для этого герой неделями поднимается наверх, вбивая вот в монолит склона эти крепления шлямбуры, это такие крючки альпинистские специальные, и у него уходит там по часу сначала на каждый из этих крючков, а потом уже и по два часа он вбивает каждый буквально вот чтобы, по сути, по шагу в час по этой стене. Вот. И одолеть природу ему удается там только свыкнувшись с горным ветром, глубоко постигнув механику движения воздуха на этом склоне, когда его в самый отчаянный момент этого Кея, он как бы оседлал этот порыв ветра, его там подбрасывает в нужное место, когда уже и крючки все закончились. В общем, отчаянная ситуация. На вершину Макалу Кея отправляется, как это у него принято, побрившись, естественно, чтобы выручить японца, застрявшего где-то там, опять-таки, на почти отвесной стене с таким глиняным колокольчиком. Колокольчиком этот японец туда отправился, а этот колокольчик как-то связан с прошлым Кея. И, конечно же, этот колокольчик в ключевую минуту проявит себя. Последний пик – вот священная гора Кайлос, которая даже не восьмитысячник, а там что-то около шести с половиной тысяч метров, то есть она вроде как и не самая крутая, но она все равно такая сложная. И Кей поднимается на нее спасать сына очередного миллиардера ради помощи местному бедняку, чтобы тот смог выкупить свою невесту. И там на горе он встречает то, что называют драконом – это воздушная масса температуры минус 170 градусов, которая морозит птиц на лету, там все падают, все растения мгновенно тоже в кристалл превращаются, практически ледяная разбивается. В общем, такой прям саб-зира наяву. В общем, каждый из этих филигранно прорисованных пяти глав – это героическое восхождение. Причем не покорение вершины, потому что тяжаще всего мы видим спасательную операцию или эвакуацию тела уже. Кей спасает тех, кто эти самые вершины покорять отправился до него. И Танегути пишет, автор, что альпинисты не могут полагаться на удачу, но раз за разом они показывают практически чудеса. И автор как бы спасает Кей каждый раз, а иногда даже и кого-то из его подопечных. Буквально в поле случая. И Мангака, конечно, подробно выписывает вот эти захватывающий дух горные пейзажи, все эти уступы, расщельны, светящиеся там солнцем, ледяные вершины, растрескавшиеся склоны, монолиты. И чуть ли не на каждой странице он показывает, как коварна вот эта красота, что она не звала сюда человека, как она не прощает малейших ошибок вот этих его грубых, бородатых, приземистых, кряжистых людей. Потому что он и мужчина, и женщина рисует очень похоже, практически одинаково, все такие квадратненькие у него, у Дзира Танегути. Он, конечно, самое крутое здесь это то, что Танегути, имея в своем распоряжении обычные средства художника-комиксиста, бумага, карандаш, тушь, что там у него еще, ластик, какой-нибудь черный маркер. Он смог показать на страницах этой книги, что у каждого горного пика есть свой характер и свой нрав, каждому нужен свой подход. И показал он то, как человек ищет эти подходы к каждой из гор, бросая вызов самому себе к границам возможного, попадая в совершенно чуждый мир, за границу обыденности. И манга про Кэя, как и более поздняя экранизированная «Вершина богов» Танегути, отвечает на тот самый вопрос, зачем человек раз за разом снова идет в горы, что его туда влечет. Хотя каждый раз это и боль, и обморожение, риск ампутации каких-то, алмазный вот этот вот твердый снег в лицо, буря, лавины, взгляд в лицо смерти на каждом шагу. Зачем столько рисковать? И в манге Кэй это не проговаривается прямо, а в фильме Патрико Эмбера как раз итог всей истории был, что в прощальной записке альпинист говорит, что перестал себя спрашивать о таких вещах, когда понял, что не может жить без гор, только в горах чувствует себя живым и только так может прожить свою жизнь до конца. Да, Джиро Танегути и его сценарист Сиро Тосаки вот в манге Кэй подводят читателя к этому выводу, но не озвучивают его прямым текстом. К нему как бы располагает сама структура манги, состоящая, по сути, из пяти повторений, преодолений, вот этих вот пяти попыток пройти путь. И банальные, в общем-то, слова о том, что в упорном этом карабканье в горы важна не цель, а сам путь, и что каждая вершина – это очередной просто этап этого пути. И манга Танегути, получается, наполняет эти банальные слова весом, потому что проживая вместе с Кэем, каждый из этих, ну вот язык не повернется его назвать приключением, потому что это практически подвиги тела и духа каждый раз, вот проживая их, понимаешь, почему этот персонаж, да и альпинисты вообще могут жить только так и никак иначе, и почему вот их зовут горы, и они на этот зов каждый раз отвечают и постоянно идут вперед, взбираются на эту вертикаль, рискуя собой или выручая тех, кто рискнул собой до них, а может быть и остался на этих вот заснеженных склонах. Вот такая манга, Кэй, 90-е годы, и видно, что это рисовалось в 90-х, такая вот книжка, она прям очень, конечно, качественно издана, как это бывает у фабрики комиксов с дорогими изданиями, у них не все издания такие прямо дорогие в твердой обложке, но иногда они здесь могут под стать таким графическим романом, французским, может быть, бельгийским комиксом, да, вот эта манга издана тоже так хорошо. Единственное, наверное, это вот обложки других изданий, это вот российское издание. Единственное, что меня немножечко покоробило, это приверженность фабрики комиксов к этому их знаменитому шрифту, в котором нет латиницы и нет цифр. Периодически это заметно, что нормального курсива нет, но зато они перерисовали звуки, у них есть немножечко, у них нет комментариев здесь переводчика или автора самого, но есть маленькие ссылки, где объясняется какая-то альпинистская терминология, как там называются эти горы, как называются крючья, там все эти альпинштоки, там какие-то вот особенности немножечко разъясняются. Вот такая вот манга, кей, однотомник, очень, по-моему, очень крутая вещь, и, конечно, попробуйте найти и посмотреть, если вас заинтересовало, вот этот вот фильм «Вершина богов». Мультфильм, да, да, «Les Sommets de Dieu», да, он по-французски «Summit of the Gods», да, там немножечко другая, но тоже похожая история, как фотограф идёт в горы вслед за первыми покорителями Эвереста, распутывая немножко детективную историю, которая связана с тем восхождением. Вот, неожиданно вот такая вот манга бывает на стыке европейского комикса, да, «Банда Зине» и прям классической манги. «Дзюрэта Нигути», очень такая, ну вот, наверное, как принято говорить, мужская вещь, да, такая по характеру, такая жёсткая, бескомпромиссная и прям жёстко нарисованная. Я, конечно, альпинистов не очень понимаю, ну хотя бы потому что не очень люблю холод, но опыт в влезания без снаряжения на вертикальную скалу у меня есть, скажем так. Ну и, конечно, Высоцкий абсолютно всё это объяснил в своих песнях. Да, и опять же фильм «Вертикаль», который он, собственно, эти песни написал. Ну и получается, что такая прямо противоположность вот манги «Танегути прогулки», где мужчина просто гуляет по окрестностям вокруг дома и зарисовывает какие-то бытовые такие жизненные маленькие истории, зарисовки, да. То есть где-то люди преодолевают горы и идут навстречу с богами, а где-то вот точно так же можно гулять вокруг своего дома и находить не менее, наверное, интересные и такие по-своему драматичные маленькие истории. Игорь Негода